Трепоносомы 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 Движение которого Волнообразные движения Вызывают собственно Движение трепоносомы В субстрате И хорошо развитым шкутиком Трепоносомы попадают В слой подкожно-жировой клетчатки Вместе со слюной мухи Там они активно делятся Размножаются в течение Примерно 10 дней На месте укоса возникает воспалительный процесс Затем Трепоносомы попадают В лимфатическую систему Там они активно делятся Еще примерно с 10 дней В итоге Трепоносомы Ну да, итогом конечно Попадания трепоносом в лимфатическую систему Является воспаление лимфатических узлов Затем Трепоносомы попадают собственно в кровь И уже разносятся по всем органам Какие у нас итоги Этого всего процесса Это разумеется Лихорадочное состояние Это Чем вообще чревато поведение Трепоносомы в организме Это непосредственное повреждение тканей и органов В процессе жизнедеятельности Трепоносомы Но и кроме того Отравление организма Продуктами жизнедеятельности Трепоносомы Трепоносомы разносятся по всему организму Попадают во все органы Они активно делятся и в крови И в лимфе И в спинномозговой жидкости И собственно основным очагом Жизни Трепоносом является именно спинномозговая жидкость Но почему заболевание называется сонной болезнью? Ведь на этом этапе Основными Основными симптомами болезни Является Усталость Потеря веса Ну как бы Никакой речи о сонливости пока не идет Но примерно она Через год Через два Трепоносомы добираются до центральной нервной системы И при поражении уже центральной нервной системы Они вызывают поражение центральной нервной системы И человек впадает в состояние сонливости Постоянной сонливости Он может уснуть даже во время приема пищи Соответственно Нарушается координация движений Человек может подволакивать ноги Плохо работают мышцы лица Человек становится раздражительным Так как паразиты влияют на нервную систему На поведенческие характеристики хозяина Но это еще не весь Поэтому заболевание называется сонной болезнью Человек находится в состоянии постоянной сонливости Слабости Теряет вес И умирает Но сейчас уже заболевание лечится По крайней мере на ранних стадиях лечится Но это еще не весь цикл Мы закончили только тот круг Который является диагностической стадией То есть когда трепоносомоз диагностируют как трепоносомоз Но затем происходит инвазионная стадия Это стадия проходящая в мухе ЦЦ Муха ЦЦ также является жертвой трепоносомоза Она заражается при потреблении При питании на больном хозяине При этом трепомастиготы То есть длиннохвостые И с хорошо развитой индулирующей мембраной трепоносомы Попадают в желудок и в кишечник В кишечник мухи ЦЦ Они активно размножаются в кишечнике Затем покидают кишечник Мигрируют в слюнные железы мухи Там они превращаются в эпимастигот То есть те формы трепоносомы Которые у нас характеризуются слаборазвитой мембраной И значительно менее длинным жгутиком Эти эпимастиготы активно делятся И превращаются снова в инвазионную для человека Стадию трепомастигот И процесс повторяется Муха ЦЦ с слюнными железами вместе Вносит трепоносома в здорового человека Трепоносомы из-под слоя подкожно-жировой клетчатки Через лимфу попадают в кровь Разносятся по всему организму Особенно в спинно-мозговую жидкость Мигрируя по крови Они снова попадают в муха ЦЦ Из пищеварительного тракта Из кишечника попадают в слюнные железы И цикл замикается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok